ну вряд ли куда мне делся этот зарядник просто вряд ли на каблучках ты во время работы такой ходишь тут так стоп понятное дело что ты не сможешь так водить это неудобно ты тут уже когда работа такая подразумевает что должно быть все удобно и одежда чтоб нигде что не давила чтобы тепло комфортно чтобы боль я про себя например по себе сушу чтобы это было хоть ну тот натуральной ткани чтобы ничто нигде не чесалось не противно потому что вот ну кто-то синтетику носится и цуки как говорится но я не прям вообще такой фанат где-то что-то какой-то процент синтетики ничего но нет не все чтобы вот такое было синтетическое которое противное которое скрипит вот чтобы хотя бы там больше половина но было хлоп над над хлопок натуральной ткани вот а уж про каблуки там хоть и там видно было что неудобный но какое это скорее всего с чемоданчиком они просто у них либо рестарт эти собачка какой сладенького у водителя макойска выглядывает вот это видимо либо рестарты либо они приехали просто уже загружают хотя я даже загружаюсь чтобы начать свой этот 3к как это путешествие рейс чтобы начать его я никогда не беру с собой я знаю девчонки берут я слышал у нас там и и эти и вечерние платья у них в траке есть на всякий случай если рестарт или там что-то там простой какой-то они могут пойти в ресторан вот девчонки писали я вообще так удивлена но мы в ресторан да не особо там может быть когда-нибудь это будет высший как говорится пилотаж это новый уровень какой-то может быть пока нам не до этого рестарт так рестарт мы сейчас в кино сходим наверно я посмотрела здесь мол есть 15 минутах сейчас вызовем такси я переоденусь потому что здесь уже холодно смотрю минус 1 и я уже футболку сниму надену свои теплые почти что полностью хлопка в этом 60 60 с лишним процентов лобка но так как здесь флис то естественно что не полностью хлопку надену теплые штаны теплую кофту куртку и там носки вот это все но опять-таки у меня нет обуви надо бы купить недавно с мамой разговаривали да но что-то не до этого пока надо бы купить какие-нибудь зимние утром типа сапоги со смехом со смехом вот и а так как у меня у меня только калоши со смехом пойду в калошах что делать благо что здесь в америке всем на чихачках что ты на тебе надета как ты всем никто тебя не смотрит уфу как ты могла не накрашенная кошмар уфу здесь всем по барабану как ты выглядишь накрашена не накрашена никто никогда не осудит здесь так ходит ну и я считаю что это нормально чтобы кто кому какая разница чулезть другим если вот так комфортно быть не накрашенным или в такой комфортной одежде свободный покроет там они на каблуках и не и не в чулках там зимой чтобы всех впечатлить какой-то какая ты красивая это зуб на зуб не попадает зато ты какая красивая сосулька с носа висит мне здесь вот нравится что никто не осуждает тебя за твой внешний вид бывают конечно перебор но мне тоже вот например ну но идет но если нравится ему в таком этом идти ну наряде там что день не мое дело как говорится вот что я сказала что может быть нам сейчас перечислить зарплату там сейчас немного немного под но все же нам бы хотелось зарплату вот потому что почему немного потому что там мы не полную неделю работали там как раз мы закончили и потом поехали на отдых и там получилось буквально за несколько дней за пару дней наверное ну и плюс что мы простаивали там мемфис вот это получается мы уже вторую неделю работаем а нам вот сейчас должны выплатить за то что мы работ ну перед отдыхом так скажем и 1 отдыхе вот за ту неделю которую мы отдыхали но там чуть-чуть говорю захватить захвачено тех дней которые мы перед отдыхом отработали водка так что там немного ну и цепи все равно много немного все наши вы работали отдайте так что здесь вечером сходить душ еще не прям там вообще это нормально еще она в душ нужно будет сходить раз уж мы все равно есть на рестарте нужно воспользоваться тем временем чтобы потом если вдруг дадут груз надо будет ехать хотя сомнения опять таки у меня насчет это но но все равно нужно быть готовыми чистыми и чтобы рвануть если чё вот решили помыться вечером потому что и сейчас будем в кинотеатре сидеть там вот эти вот кресла там же но люди сидят этот раз даже капюшон как-то вот так подкладывала но не знаю я брезгуша ищу то и короче я говорила уже много раз что я в туалете сначала захожу отрываю вот это бумажное полотенце или там что-то такое но я либо если нет там бумажных полотенцах а то от полотенец а только сушилки то я краем одежды открываю не беру ручки руками в туалете там на трак стопах вот эти вот которые представьте миллионы людей там проходят со своими этими я не беру руками голыми ручки может быть это какой-то диагноз но я считаю что это правильно правильный диагноз но его всяких этих то там всех руки грязные на трак стопе водители грязные руки не моют там иногда некоторые может быть я не знаю сутками но не все же чисто плотные правда чего тут ожидать что все прямо протирают тебе спиртовыми салфетками короче я не то самое да тем более болезни столько сейчас и сейчас тоже многие болеют что-то захотелось вот такой рыбки хотя в общем сейчас поедем в мол и знаете какой фильм от то вышел я смотрела может быть он нудноватый но мне кажется он добрый хороший фильм про мэн колд на русский этот я не знаю как на русский перевели как он будет в русском этом прокате но короче если перевести с английского то человек которого зовут отто только мне порвалось совсем вот там этот том хэнкс снимается по моему да еще plane тоже вышел вот не знаю посмотри посмотрим наверное еще раз я видела часть этого трейлера но он такой экшен-экшен не знаю надо посмотреть может быть весь трейлер и это было в кинотеатре когда мы ходили не помню даже и был вот этот трейлер реклама вот этого вот plane ну как тоже опять таки в российском прокате его нас обзовут я не знаю то ли самолет то ли полет то ли рейс я не знаю вот на же всяком может быть то что я видела и такое такое по-русски название как бы видимо еще не определитесь как именно в этом но это было давненько может уже определились я поэтому не не знаю такс тело-то забыла надо знаете что надо еще щас будет себя тоже в порядок привести слушайте вот эти я вам показывала я вам показывала покупки с этих коска вот это вообще просто просто отвал башки как темный шоколад покрытый манго в короче покрытый темным шоколадом шоколад тает манго вкуснейший но есть там некоторых волокон прям вот ну капельку я повыплевывала а так в основном чистые вкусные манго кусочки манго очень мало волокон которые встречаются которые не проживают не жуют ночи очень я прямо еду за рулем вчера вот катила 500 миль получилось у меня до того как у меня рестарт у меня время закончилось я ехала короче поехала на 44 выехала и там этот платная дорога по моему платный да и там 75 миль в час а у меня золочен но у нас у нас машина золочена на 70 71 я могу ехать но я ехала 71 смотрю я вот до следующего вот этого волком центр я смотрю где я могу остановиться чтобы мне не было вайлэйшн чтобы я не ехала тогда когда я не могу мне время заканчивается мне нужно доехать я под рассчиталась сижу такая так если поеду с большей скоростью значит я доеду до этого то есть у меня где-то минут пять оставалось чтобы ну как бы а я так по себя думаю окей пять минут это мало потому что а мало ли я на этот велкам центр заеду там не будет вообще где приткнуться и мне нужно будет немножко дальше еще проехать там дальше был петро по моему я смекнула думаю если я прибавлю скорость думаю а как прибавить скорость их ехать на вот это вот smart пас пас смарт короче я этот пас смарт использовала чтобы нагнать и да я нагнала минут семь за это время и я приехала у меня было вместо три или пяти минут короче получилось больше на 10 минут а это все-таки немножко резерв больше из паку ну спокойнее как бы если что-то до следующего места можно каком-то доехать но так хорошо вот этот велкам центр который между оклахомой и даже я бы ехала-то ой ну надо же мизури мизури вот въехала и там довольно таки как мне показался большой и прям место было я смотрю не с туда налево помимо где чуть чуть левее и прям местечко я так раз 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 и заехала классы у меня прям буквально минут десять девять смотрю оставалось уже чтобы все что я уже не могу ехать вот виталик смотри проснулся вылез ягру всех а ехал на 74 то есть если ты используешь этот smart smart пас и ты можешь обгонять машина использовать эту это эту функцию и я просто на ней ехала 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 и нагнала время больше вот такие дела тут у нас был я говорю снимаю мало сейчас не передать мне как-то и как-то так монтировать тоже особо и этот был у нас перевес где же у нас был перевес сильно не прям сказать что сильно но не хороший и уже двигать тандемы бесполезно виталик начал двигать 5 колесо я говорю виталик зачем помнишь как мы намучились с этим пятым колесом но надо что-то исправить положение попробовать там трэмпером время может быть было часа три пол четвертого не знаю примерно но день стали двигать это 5 колесо ну как прошлый раз так и в этот раз намучились я за рулем естественно он смотрит на эти пины на вот это все берет а там не просто вперед назад даже я даже порой не не трогала газа газа педаль простите от смачно получилось короче педаль даже не это самое просто она чпок уже слишком слишком надо вот прям миллиметраж чуть-чуть показывать чуть-чуть я говорю я даже педаль не трогана чуть-чуть я раз на тормоз сразу это назад вперед назад вперед чуть-чуть назад вот столичка не за ягра у меня уже вот так игра я не могу же все а сколько можно все потом идеально стали виталик такой пины не выходит короче ну мы же ничего пято колесо так часто не трогаем там бывает ты отрегулировал все она там ну как бы не за не ржаветь ну короче она как-то уже поэтому извините поем вместе с вами мог банк непредвиденный просто что-то есть захотелось и вам рассказать а раз уже рассказывает за одно двух зайцев убить а то сейчас виталий придет ну и такси нужно заказывать пока есть возможность я и перекушу и вам расскажу а то сейчас голодная буду там ходить по молу и искать где чё поесть у нас есть еда не на это тоже не тратится короче двигали-двигали это прошло времени потом еще мы же взвешивались нужно сделать круг взвеситься потом опять за этот самый потому что мы потом все это посылаем бумажном варианте в конверте кидаем сюда нужно сходить за бумажкой мы знаем конечно что есть приложение можно видеть и спасать вот двигать двигали прошло порядочно времени со всеми взвесами туда вперед-назад плюс найти нужно место припарковаться где ты можешь там везде такой столпотворение я потом не могла заехать на весы потому что так получился такой эти выезжают оттуда с заправки там такая заправка страшно ну странная не продумано они выезжают заправки этот выезжает с этого я за ним стало с весов а эти все застопорились здесь вот в том месте где я стою ни туда ни сюда виталик побежал все я так была горда вот вот тут вот в этот раз была вообще горда что он пошел это так это он регулирует регулировщиком работать этот сюда давай давай сюда 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 всех расставил в несколько рядов чтобы те могли выехать чтобы я могла заехать тоже этот чтоб мог выехать с весов все и все этот ну что вы стоите как эти стоят никуда эти не могут сдвинуться я не уже не могу сдвинуться и вот замкнутый круг никто не и все всем мешают кошмар и в итоге да этот разъехались опять это тоже время заняло и потом так как у нас не получилось все равно по весам ужас как мы не двигали колесо как мы не старались ничего не получилось все равно перевес звоним юли мы возвращаемся она говорит ой они уже не работают они до четырех работали мы такие а мы так не поедем потому что нарушение на нас повесят не на тебя не на них а на нас а что вы делали полтора часа там посчитала полтора часа на трак стопе витали кто-то я сейчас вы куплю тебе билет приедешь и будешь двигать пятое колесо чтобы ты знала сколько времени и почему мы полтора часа там были и что вы делали полтора часа на трак стопе подписчики мы что делали полтора часа на так стопе когда двигали это колесо мы говорю что вы делали полтора часа до полтора часа на так стопе провели во первых не полтора что я по времени смотрю ну мы там долго если честно чухались с этим пятым колесом я гриб плюс еще помнишь раздвигали, потому что на весы никак не было заехать. Набилось ужас. И вот, и она орёт, она кричала? Или как? Ну, такая с нервозой. С нервозой. Что этот, что вы, с таким наездом опять, что вы делали там столько времени? Ну, приедь и подёргай пятый колесо, побудь здесь. Прям мы приехали, да, чтобы хлебом не корми, на трак-стопе дай постоять. Мы же такие, мы же приехали не работать, а гулять по трак-стопу. Нам так нравится здесь. Это новый тренд. Запах мальчика просто одурманивает. Мы обожаем трак-стопы. Понятно, что мы здесь не просто так. На траке. Мы тоже хотим ехать, мы хотим зарабатывать. Если мы здесь, значит, как с детьми малыми. А что вы там делали полтора часа? На траке круче, чем на... Кошмар. На рейс-каре по городу рассекать. Покататься. И вот это вот пустыня. Как детский сад. Как будто с детьми с детским садом разговаривать. Ай-яй-яй, что вы делали? Да косяки ваши пытались исправить. Всё, больше не будем никогда. Мы уже сказали. Пятое колесо больше никогда не трогаем. Всегда сразу. Это урок снова. Возвращаемся сразу. Откладывайте, перекладывайте, убирайте лишнее. Это мы ещё намучились. Пытались что-то, чтобы их этот вес отвезти. Всё-таки. Ещё опять мы виноваты остались. Что вы там делали? Действительно. Вспотели. Грязно. У Виталика футболка всё чёрный. Он под этим пятым колесом лазил. Потом в магазине я вижу у Виталика прям чёрный полос. Я говорю, Виталик, ты такой грязный. Где мы были? Волмарте, по-моему. Я говорю, Виталик, ты здесь чёрный. У него вот здесь все руки чёрные в мазуте. Что вы там делали? Под машиной лазили. Нам так нравится. Да, нам просто нравится. На тракт-стопе, под машиной. Хлебом не кормим. Кто-то лечебной грязью натирается, а мы вот любим. Не, было бы за что наезжать. Наезжать за то, что как бы за нашу работу, которую выполняем усердно. Я вас почитала. Ладно, я всё. Вы все написали. Уходите, уходите. Да, ну вроде бы в целом, ну если не брать вот эти вот, которые единичные случаи, где её прёт, в целом она всё равно лучше стала относиться. Ну, может быть, мы сравниваем с тем, что было. А может быть, действительно, есть ещё лучше. Можно лучше, если поменять компанию. Так вкусно. Ты хочешь макать вот в это? Я вот это не люблю. Горчичка. Это не горчичка. Горчичка. Только она сладкая. Обычная рыбка лучше, чем со всякими. Она тебе, кстати, перевернётся. Видишь, как нехороша стоит сейчас. Давай сюда поставим. Вот так вот опять перевес пережили. Третий раз подряд. Это вообще, я не знаю, мне не поддаётся никакому этому. Ну, понятно, что перевес не её вина, не брокер, а от тех шиперов. Ну, кстати, да, она, они же не виноваты. Вы говорите, извините, что у вас перевес. Да. У них вина, просто вот я опять про отношения. Ну, разговаривай по этот. Я не знаю, мне кажется, так драйверов нужно уважать. Мы столько делаем, да? Наверное, заслуживаем, чтобы с нами хорошо обращались. Дональд Трамп включил тракеров в число национальных героев. Когда это было-то? Как во время карантина, ковида. Вкусно. Она не пересольная. Куда два кусочка взял? Красная рыба. Любишь красную рыбу? Иногда да. Просто есть охота. Иногда? А, иногда, когда есть возможность ее покушать. Просто этот, я хочу покушать дома здесь в траке, чтобы потом не бегать по молу и скупать все подряд из еды. Голодный пойдешь как бы. Ну и попробую вкусно. Я тут раз прям капелюху-капелюху, но я даже не поняла чего это. Нет. Просто рыбка вкуснее. Нет. Ну вот. В общем, мы сейчас пойдем в кино. Так, а что? где говоришь дети? Далеко, да? Дети 62 миль от нас. Поскольку это Чикаго, оно будет 100 долларов. Не, ну уже это не вариант. Не, пусть гуляют сами по себе дети. Ну, пойдем сюда. Увидимся во Флориде. А до Мола 15 минут тут 3 копейки ввод на лифте. У меня Андрюшечка ждет. Вино пить? Мы возьмем холодный пивас. Позвоним Дэниэлу. Договоримся с лодкой. С каким Дэниэлом? Едем на болото. Там один с которым мы в мистер Реер работали. Чудо. И что, вы будете а он англоговорящий? Да. И что, вы будете рыбу ловить? Чудо ненаглядное. Андрюха не любит рыбу ловить. Виталик, а как вот это сделать? Сверлом просверли отверстие в стене. Виталик, а куда сверло вставить? Тебе надо вот такую дрель. Виталик, а что шуруп не закручивается? Он туда проваливается. Так, туда надо этот забить. Дэниэл, откуда ты такой? я, учусь в университете. Говорю, что за профессия? Я буду обучать людей. Ну, Виталик, Дэниэл, кто бы тебя научил, а? Виталик, ты так же пришел, ничего не умел, кондиционерник, и так же этот Толик и все остальные хватались за голову. Толик не хватался. Ну, все учили, все так же тебя, наверное, какой-то тупой. Толик говорил, я даю тебе вот эту задачу, если ты не сделаешь, значит, ты тупой. Ну, вот, но ты же не мог с самого начала, ты учился, надо ко всем, так же, когда мы пришли в траковые на работу, тоже мы учили, надо всегда с нисхождением, с пониманием относиться к тем, кто учится. Нет, просто Дэниел это такой человек, это смешно, реально смешно. Такой стою, что-то крутит, крутит, бам, у него отломилось. Он такой кинул, Дэниел, что случилось? Да тут вот эта штука отвалилась, она должна отсоединяться? Нет. Ты что, сломал, что ли? Нет, я ничего не ломал. Смешно, человек. Теперь солененько пить захочется. Видела? Просто видела. Видела, видела. Это вчера вот велкам центр между, я уже сказала, да, это между Мизури и Оклахома. Оклахома, Мизури. Сердце глубинки. Южной глубинки. А почему ты в Алабабе не захотела? что в Алабабе не захотела? Я хочу дом угарать. Не для протокола. Музырия. Обаю. Продолжение следует...